21 ноября признано Всемирным днем телевидения. Телевизор есть практически в каждом доме, а в некоторых и не один. Для многих он неотъемлемая часть жизни. Еще бы, ведь стоит только нажать на кнопку, и перед вами открывается целый мир. Не выходя из дома, можно путешествовать, узнавать свежие новости, наблюдать за политическими или бытовыми дискуссиями. Телеканал ЛРТ очень много рассказывает вам о событиях и людях округа, показывает интересные программы и фильмы. А в честь Всемирного дня телевидения мы решили рассказать вам о нас самих, о команде телеканала. Так, девчонки, там рейд с Витушевой, на Мализанском шоссе нужно с тут кто-нибудь поехал. Вы, если ты уезжаешь, а я уезжаю. Да, я вам буду не отвечать, что уже тогда я буду. Это редакция телеканала ЛРТ. Место креатива творческих начал и смелых идей. Здесь рождаются темы для эфира, пишутся новости и обрабатываются тексты. Как у любого новостного канала у нас есть официоз, поэтому данные темы распределяются среди всех корреспондентов. Но так как все здесь люди творческие, поэтому у каждого из корреспондентов есть карт-беланш на выбор любой полюбившейся им тематики. Журналисты в редакции канала, безусловно, люди творческие. А творчество, как известно, птица ветреная, может и улететь. И потом у каждого из нас бывает плохое настроение, неважное самочувствие или просто банальная усталость. Мне кажется, творческое голодание, кризис возникает у всех практически ближе к вечеру. В таком случае надо срочно вызвать второе дыхание. Мне помогает в прямом смысле слова глоток свежего воздуха, ну или просто тему сюжета обсудить с коллегами, неважно. Вот обсудишь, и сразу приходит какая-то яркая мысль. За содержание сюжета отвечает корреспондент. Но без оператора на съемочной площадке ему пришлось бы непросто. Ведь именно оператор видит картинку, настраивает свет, выстраивает композицию и подбирает наиболее удачный план. На мой взгляд, оператор – это самый главный боец нашего невидимого телевизионного фронта, потому что он является посредником между реальным миром и тем, что зритель увидит в телевизоре у себя. И по-хорошему, конечно, оператор должен снимать так, что если у вас сломается телевизор и пропадет на нем звук, то вы спокойно досмотрите новости, и все равно вам все будет понятно. В процессе работы съемочной группе приходится сталкиваться с людьми разных профессий, социальных статусов и возрастов. Особая категория, безусловно, дети. С ними работать одновременно и весело, и трудно. Есть одна особенность – надо очень осторожно с ними вести съемку по-домашнему, чтобы он тебя воспринял как какого-то близкого человека и доверял во время съемок. Доверие – вообще очень важная составляющая процесса. Порой ведущему приходится перевоплощаться в психолога, чтобы разговорить гостя, снять напряжение и настроить беседу на непринужденный лад. Представить, что камеры нет, хотя, наверное, не просто будет под прицелом камеры. Мы уже представили. Хорошо. Все будет хорошо, не переживайте. Люди, бывает, волнуются, и приходится не то, чтобы их как-то раскручивать на разговор, а как-то, знаете, с душой, что ли, подходить, самой как-то открываться, подаваться навстречу, какие-то истории рассказывать. Порой приходится делать по три, по четыре дубля. Ну что, такая работа. Телевизионщиков хлебом не корми, дай что-нибудь поснимать. С таким подходом материала порой получается очень много. И тут в дело вступают монтажеры. Ловкие пальцы, прагматичный ум, умение видеть проект целиком и без жалости убирать лишнее помогают этим людям создавать поистине талантливые телевизионные продукты. Бывает так, что наснимают на три часа съемки, а из этого нужно сделать всего лишь 10 минут. Вот мы сидим, отсматриваем, выбираем лучшие кадры. Принято, наверное, говорить, что профессиональный монтаж спасет самые плохие съемки. Пройдя все этапы, от идеи до монтажа телевизионный продукт, что называется, готов к употреблению, то есть к выходу в эфир. Из монтажного отдела к нам поступает готовый контент, из которого мы формируем плейлисты и в течение дня их редактируем. Плейлисты у нас состоят из контента самого рекламных блоков, которые чередуются между собой. Совсем скоро телеканал ЛРТ запускает новости в прямом эфире. Это потребует слаженной работы всех членов команды. Ведь за картинкой, которую вы видите на экране, стоит много людей, и труд каждого из них неоценим. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин